Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейтс начинает свою программу. И сегодня у нас понедельник, 24 октября, понедельник, День Луны. По этому поводу сейчас мой собеседник Андрей Бухарин, профессиональный астролог, руководитель астрологической школы, находящийся в данный момент в Москве, Россия. Ну, а мы находимся в городе Чикаго, США. И наши координаты это тройной W sungatesradio.com, sungatesradio.com, на skype sungates108. Кто желает позвонить, пообщаться, пожалуйста. Телефон 847-226-9956. Принимаются звонки в том числе. Ну, за то время, что мы не общались с Андреем Бухариным, наверное, какие-то события произошли, которые сейчас мы и осветим. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Майкл. Добрый день, все уважаемые радиослушатели Сангейс Радио. Тает из будущего, как всегда. Из будущего, да. Ну, мы-то на 8 часов впереди вас и в будущем находимся. Да, да. Вот, поэтому немножко так. Ну да, был перерыв. В общем, этот месяц прошедший был насыщен у меня событиями. Я тут в разъездах был. Если лично там о моих делах. Был в солнечной Сибири. Там, кстати, снег. Минус 5 было в сентябре. Ну, замечательные люди. Город Томск и Новосибирск. Прекрасные. Я удивился, кстати, что в Сибири чернозем. Кстати, в курсе, нет? Я так, если первый раз об этом слышал. Да, между прочим. Ну, не сплошной, но, в принципе, очень много оказывается почвы именно чернозем. Да, без шуток. То есть, пригодная плодородная почва. Чернозем, да. Вообще-то, мы движемся по лесам, меняются в очередной раз. И мы в Сибири скоро будет у нас торопить. Да, а вот где мы сейчас находимся, будет, вообще-то говоря, лютая зима. Так что, все меняется. Я не знаю, что об этом говорит современная астрология, но ведические, скажем, циклы говорят именно об этом. Я хочу сказать, ну, самый главный прогноз – это выборы президента Соединенных Штатов. То есть, это мегапрогноз, который мы… У нас был даже цикл передач, и, то есть, уже он озвучен, и поэтому мы его ждем. Вот-вот уже скоро это будет, выборы пройдут, и увидим, насколько астрология, как наука… Ну, по крайней мере, мой метод, которым я пользуюсь, то есть, нельзя так говорить от лица всей астрологии, но вот именно метод прогнозирования, насколько он, ну, точный, скажем так. Вот, я честно скажу, что я в связи с этими разъездами, я немножко, скажем так, выпал из социума, да, из реальности. Я, честно говоря, даже не в курсе, что происходило в мире такое. Ну, вроде бы, ничего такого экстраординарного не произошло. Выборы еще не начались. Ну, никаких-то каких-то мегакатастроф там, или супер каких-то движений. То есть, месяц спокойный был, как и ожидалось, в общем-то. Ну, так, в целом, какая-то динамика такая идет. Если не считать резкого падения британского фунта, который сегодня находится на 35-летней отметке… Ну, так это, кстати… Майкл, так это… Я извиняюсь. Это же в этом формате прогноза того, что все валюты, которые сильнее доллара, они будут опускаться. То есть, ничего в этом нового нет. И фунт будет дальше падать. Это стратегически. Они будут опускаться, да, вероятно. Но я сейчас говорю о падении, которое произошло в течение трех минут. И это было падение, дикое, страшное падение. Для тех, кто на маркете, они это представляют, о чем идет речь. Там на кону стоят очень большие деньги. И в течение буквально трех минут оно упало так, что оно никогда еще не падало. А потом оно в течение стольких же минут поднялось на какую-то определенную отметку. И пока оно там стоит. Ну, мы об этом поговорим, о финансовой, скажем так, астрологии в третьей части нашей программы. Как всегда, мы делим на три части. Если мы говорим о выборах, то состоялись три раунда дебатов, дебейтс, между претендентами. Ну, по прогнозам, кто-то выиграл, кто-то проиграл. По анализам, по моему личному впечатлению, я не слушаю эти вещи никогда. Но в этот раз я слушал просто с точки зрения моей собственной психологической концепции. Все-таки, как выглядят оба. С моей точки зрения, первый выиграл Клинтон, а второй и третий выиграл Трамп. С моей точки зрения. Хотя, говорят, не так. Первая и третья выиграла Клинтон. И, в общем-то, предполагается, что самое интересное, предполагается вот по всему то, что сейчас происходит, что она будет, ну, как бы будущим президентом. Почему? Потому что Трамп слишком уже, он, так сказать, ну, не умеет держать язык за зубами. То есть, он просто вот говорит, что он думает, лепит правду матку, так скажем, да. И было очень интересно, там была полемика между этими претендентами в отношении России, кстати. Вот. Я не знаю, кто смотрел, но резко против выступала Клинтон. О том, что типа манипуляции происходят сейчас в Соединенных Штатах, чего никогда не было. То есть, кто-то пытается воздействовать на несчастных американцев, манипулировать выборами. А Трамп говорил, что, не знаю, я не знаком с Путиным, но, в общем-то, он гораздо умнее, намного причем, чем многие и указывал пальцем на своего оппонента. Вот это то, что было в дебатах. Ну, хорошо. Я хотел бы несколько, если можно, ставить пару слов по поводу дебатов и вообще, скажем так, прогнозов выборов по общественному мнению. В истории Соединенных Штатов Америки были выборы такого президента Трумэна, который, даже у меня есть фотография Chicago Daily Tribune, опубликовала о том, что на следующий день после выборов, что победил его оппонент. Я чуть не помню, кто там был оппонентом его. И вот есть знаменитая фотография, где Трумэн, который победил на выборах, которого также никто не ожидал, что он победит, он держит эту газету, вот Chicago Daily Tribune, наберите в интернете Трумэн с газетой о своем проигрыше, например. И это не показатель, ну, скажем так, цыплят по осени считают, поэтому дождемся выборов и посмотрим, кто на самом деле победит. Я еще раз напомню свой прогноз, мой прогноз – победа за Дональдом Трампа. Да, это мы помним. Более того, мы это, по-моему, не озвучивали, но есть там какие-то проблемы со здоровьем. А после, это где-то в декабре месяца. А вы знаете, мне сказал один, я общался с одним человеком, ну, из разряда экстрасенсов тоже, проживающих на территории России. По его прогнозам, я не помню, то ли марта, то ли май месяц, будет очень серьезное. Вот то, что, кстати, вы сказали, проблемы, проблемы будут серьезные. Я не помню, то ли марта, то ли май месяц следующего года. А, ну, там финансово, там мировое… Нет, я говорю про здоровье. Про здоровье? Ну, не могу ничего сказать, я туда не смотрел. И как бы мирового в плане очень много на весну, на февраль-март, на те затмения, которые там будут, много у многих, вот сколько гороскопа смотрел, там, показатели выстреливают, что именно в то время какая-то вот такая глобальная проблема у многих. То есть, очень вероятно, какая-то вот крупная проблема, ну, например, ну, такое слово не хочу говорить, там, крах, но нечто подобное, допустим, какие-то серьезные потрясения мировой финансовой системы, например. То есть, когда… Ну, не всегда. Было такое время, когда у нас были деньги, и как-то же электричество, оно периодически выключается. Вот сегодня в 4 часа, надо, начало было передачи, у меня выключили электричество на полчасика, не знаю, на всей улице, наверное. Вот, но, как говорится, нашими молитвами, да будет свет, свет дали. А тему как раз вот сегодняшнего передачи, и хотелось информацию о том, что какую информацию можно давать публике вообще широкой, как вообще нужно ли, можно ли, целесообразно ли. И такой знак интересный, что вот ту информацию, которую я планировал дать, выключили свет, то есть, такой, как бы, как я расцениваю, что сигнал, что не надо эту информацию давать на широкую публику, не всем надо, скажем так, разжевать и дать, то есть, надо думать, то есть, у каждого, как в школе, мы приходим, вот Земля – это обучающая, как я часто такую аналогию даю, что Земля – это университет, где мы учимся, каждый на своем курсе, либо школу, каждый в своем классе, скажем, этаже. И нельзя подсказывать старшеклассникам на контроль, допустим, экзаменах у более младших классов им подсказки, даже если нам это очевидно. Вот мы видим, допустим, здесь какую-то манипуляцию, фамилия, обман и так далее. Им надо пройти этот опыт. А если они его не пройдут, вот как в школе, вы будете подсказывать там, что будет вам? Ну, вот вы десятиклассник проходите, а там экзамен для пятиклассников, и вы подсказываете. Но сначала попросят, типа, проходи дальше, если не понимает товарищ, будут какие-то меры применяться. И это, кстати, одна из техник безопасности. И вот если, когда мне часто тоже спрашивают, а вы не боитесь, вот вы такие вещи рассказываете там. А вот именно если... А не боитесь ли вы, простите, чего или кого? Возвездие с небес или нашего земного... С земной мести какой-нибудь. Потому что я, например... Со стороны ваших коллег-астрологов или со стороны... Ну разные, если колдуны есть... Нет, ну разные есть, конечно. Если, допустим, какие-то вещи такие вот, совершенно верно. То есть нельзя нарушать законы государства, в которых ты живешь. То есть я же... То есть надо как-то аккуратно озвучивать те же прогнозы, скажем так, даже если они... Ну... А может, и не надо их озвучивать? Понимаете? По этому поводу, простите, мне надо сделать небольшое, так сказать, отступление. Сказать о том, что радиостанция и руководство радиостанции не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире. И не всегда согласны с этим мнением. Да, действительно. Надо быть осторожными с нашими высказываниями. И, в принципе, я пытаюсь, во всяком случае, таких вещей, когда мы говорим и называем какие-то имена, не надо их называть, поскольку, особенно если речь идет о высокопоставленных лицах, вообще-то говоря, президенты это как цари. А цари выбирались народом, и это мнение народа. И какой бы он ни был, какой бы нам ни казалось, не случайно он стоит во главе. И поэтому это все нравится, не нравится. А вот раньше было, вот как мы жили там, это раньше, как-то вот люди старшего поколения начинают воспоминания, как было раньше. То есть из той теории, хорошо там, где нас нет. Но, тем не менее, вы абсолютно правы, надо не всегда, то есть не всегда надо высказывать какие-то вещи, которые кому-то не понравятся. И правило, если можно я добавлю, во-первых, согласен с вами, Майкл, всякий народ достоин своего правителя, потому что любой правитель это собирательное такое, как бы средний гороскоп этнос, если так можно выразить, он его олицетворяет, такую среднюю программу усредненную. И поэтому, если этнос будет духовным, то и будет духовный правитель. А если этнос, извините, пьет по 20 литров спирта на год, вот и будет и царь пьяница, понимаете? Больше. Ну и так далее. Поэтому здесь главный показатель, скажем так, безопасности жизни, скажем, людей, которые, допустим, занимаются эзотерической практикой, то, что не надо всем знать, ну скажем, результат. Потому что, вот, не то что же прогноз, а вообще некие выводы, потому что души, которые находятся на уровне, скажем так, начального уровня здесь образования, они все равно, даже зная это, они не могут вместить. Либо будут знать и использовать это в каких-то, то есть они все равно не в коня корм будут, понимаете? То есть они, не будет результата. Это все равно, что вот ваш ребенок пошел в школу, а вы взяли за него, сделали домашнее задание. Ну и что дальше? Ну и смысл? Ну сдали вы за него экзамен. Ну вышел, ну не вы персонально, а вот кто-то там, родительники. А потом он этот поступил, там стал медиком, допустим. За него родитель там все сдает экзамены, все. Родитель уходит из жизни, а этот специалист идет лечить народ. И как он будет лечить там, например, если за него всегда кто-то что-то делал. То есть вот, это потом приводит к большим трагедиям. То есть надо, это так же, как все равно, что детей, допустим, изолируют от социума, боятся, что ой, они там, для них это травма с другими детьми общаться, это стресс, да. Ну такой маленький, но стресс. Но это необходимо, чтобы он научился взаимодействовать с ребенком. То есть, а так вообще изолировать его там до 40 лет, а потом... Я знаю такие примеры, когда здоровые лбы сидят на шее у родителей и их оберегают от стрессов в жизни, понимаете, там, престарелые родители. Это смешно звучит, но да, и не женятся. Вот сидит, и все, и ему жена не нужна, потому что у него как бы мама занимает вот этот у него образ луны, заботы. И вот у меня есть такой пример, человеку 45 лет, например, я знаю лично. Вот так вот. Понимаете, а почему так? А вот так вот. Это то, что человека как бы ограничивали от стрессов, от... Ну это уже вопросы воспитания. А вообще по эзотерической информации, которую следует давать на широкую публику или нет, также вот в зависимости от уровня подготовки аудитории. И поэтому лучше делать так. Лучше, если хотите, как бы мои рекомендации, давать какую-то эзотерическую информацию, лучше провести какой-то закрытый вебинар, платный, например. Ну я коллегам просто как бы рекомендую. То есть это как бы те, кто подготовлен, те, кто желают как-то это узнать, они как бы кулуарно это все будут там услышать. Ну по крайней мере какой-то более высокого уровня. Да. Да. Андрей, у меня вот такой вопрос. Скажите, ну мы сейчас находимся в конце октября. Первый месяц последнего квартала заканчивается. У нас было полнолуние несколько дней назад, по-моему, какого там, 16-го, 17-го числа. Скажите, что у нас на небе, так сказать, на небосклоне? Какие у нас события такие серьезные, которые могут оказать влияние? Что вы видите вот в будущем, ну хотя бы до конца октября, поскольку сегодня... Да, давайте до конца октября. Мы с вами встретимся еще в этом месяце 31 день, да? Мы с вами встретимся еще 31-го числа. Но тем не менее у нас остается неделя до конца октября. Вот такие вот события в регионе, скажем, на территории России и Украины, что вы видите. И, ну, где-нибудь еще, по вашему мнению... Ну, давайте я по аспектам, что я сейчас расскажу. Во-первых, убывающая Луна. То есть сейчас планетный стеллиум, там Солнце, уже сегодня Меркурий, кстати, в 23-46 переходит в Скорпион. А Солнце уже перешло вчера еще в Скорпион. То есть уже энергетика уже более такая сильная, начинает идти, да, именно физически. Потому что Солнце, когда по весам идет, это ослабленная, как бы, вот такая тема. Потому что весы падения находятся в Солнце, дефицит силы там. И здесь сейчас, в общем-то, первая половина недели, она довольно неплохая. То есть здесь Венера делает хороший аспект Юпитеру. То есть это вот ближайшие два дня хорошо для, скажем так, зарабатывания денег в дальних поездках, преподавательской деятельности. Хорошо, например, заниматься, скажем так, романтические отношения в дальних поездках, либо с иностранцами, с людьми другой культуры. Но одновременно Венера формирует квадрат к Нептуну. То есть это опасность, скажем так, разрушения партнерских отношений из-за пьянства, из-за алкоголя, из-за каких-то непонятных ситуаций туманных. А также непонятные денежные траты, скажем, на предметы жидкости, воды. Ну, в общем, надо избегать какие-то мутные траты денежные. Но, что очень хорошо, на этой неделе соединяется Солнце с Меркурием. Это произойдет 27 октября, 19-17. В принципе, весь день это будет очень сильный день для ментальной деятельности. Обычно в эти дни, ну, например, я лично себя вот вспоминаю, просто идет информация, ты пишешь там, не знаю, целый день что-то. Вот просто мозговая деятельность такая, ну, очень такая продуктивная. А вот конец недели, он, вот, значит, 27, ну, 28-29 числа, там, Марс квадратик Урану делает. Это опасность от электричества, опасность от конфликта с друзьями, повышенный период. Это повышенный период, когда такая, вот, знаете, бывает фанатичное желание к свободе какой-то, ну, неправильно сказать, точнее, скажем так, неадекватная оценка своих действий. Опасность от колющих, режущих предметов. И вообще, кстати, вот, для самолетов это тоже не очень хорошее, если здесь могут быть, особенно в субботу, 29-го числа, если какие-то пуски запланированные каких-то космических кораблей, то вероятность того, что они будут неудачными, очень-очень велика. Ну, и конец недели, в общем-то, такой гармоничный, там, Меркурий делает тренд к Нептуну, то есть, хорошо для эзотерической информации, тайных переговоров. И Венера с Сатурном, ну, это соединение такое, ну, надо смотреть уже у кого лично в гороскопе, какие аспекты между этими планетами. В целом, это хорошо для материальных и романтических отношений с людьми старшего возраста, либо плохо, в зависимости от, как в вашем гороскопе они будут показывать. Ну, в целом, я, когда Венера с Сатурном какие-то аспекты делает, как правило, если покупки происходят, то они неудачные. Они либо, какая-то вещь имеет скрытые дефекты, либо она, ну, скажем так, что-то там старое, какая-то изношенная и так далее. То есть, в целом, неделя такая, она, первая половина, она очень позитивная довольно. Вторая, я бы рекомендовал избегать вот этих импульсных таких желаний, ну, знаете, такой, свободы попугаем, такая вот тема, мульфинцы такой, если вспомнить. Потому что, да, вот, там как раз такой битый уран олицетворён в этом, как бы описывается мистериально в этом мультфильме. Ну, битый, я не знаю, поражённый. В принципе, неделя хорошая. То есть, вот, особенно первая половина, прекрасная для ментальной деятельности, просто вот рекомендую, как бы, вот, заниматься этим. Ну, а так как убывающая Луна, потому что 30-го будет Новолуния, 20 часов 38 минут по-московски, то есть, уже посчитайте каждый, где, ну, это 3 часа Гринвичу поправка. Вот, это по Гринвичу, значит, у нас будет где-то 17-38. И, то есть, хорошо оканчивать, то есть, ранее начатые проекты. То есть, это всё, что раньше начато было, хорошо закруглять, так как бы, вот. А 1-го числа, то есть, от 30-го как раз вечером надо будет программировать следующий месяц. Вот следующий месяц, он более напряжённый будет. То есть, если вот, я, в принципе, об этом и рассказывал ещё месяц назад, что октябрь, в общем-то, спокойный месяц. Ну, в целом, он спокойный был. Ну, не было каких-то там, я не знаю, там, мировая война никакая не началась, слава Богу. Никакой там мегацунами ничего не смыло, никакой горы. То есть, мы в масштабах планетарных, вот с вами, Майкл, тут, как бы, такие, я в такой уровень, скажем так, прогнозов. Конечно, каждый месяц какие-то валюты там растут, идут вверх, либо укрепляются, либо падают. Ну, мы сейчас к этому как раз и перейдём. Ну, у нас ноябрь месяц, вы говорите, будет напряжённый. Я о нём как раз поговорю в следующий понедельник, как раз там я подготовлюсь. Единственное, что можно сказать, ну, 8 числа ноября месяца как раз будет тот самый, те самые выборы, которые будут оказывать очень серьёзное влияние. И вот там будут всё прыгать вверх-вниз, потому что в зависимости от того, на чьей стороне будет перевес, и, как мы знаем, эти штаты будут голосовать, и там будет постоянно меняться обстановка в чью-то пользу. Вот это всё будет, в ноябрь действительно будет очень серьёзный, и это месяц потрясений. А что, почему он, вы говорите, будет напряжённым месяцем, в связи с чем? Ну, в связи с тем, что дальние планеты там формируют негативные аспекты между собой. То есть, вот в октябре этого не было, например. Но это больше вторая половина именно ноября. Ну, когда всё утихомерится, действительно. Да, причём это какие-то кризисы крупные в законодательной власти, либо будут законы приниматься, которые будут ущемлять, кстати, корпоративные финансы, между прочим, какие-то не на пользу им, каким-то солидарным деньгам, какие-то что-то будут. Ну, вот в таком духе, если нет. То есть, законодательные будут, причём это повсеместно, это не только где-то там Россия или Америка, это как бы так, как это влияние на всю Землю идёт. Вот понаблюдать надо, они массово во всех странах, что-то как по мгновению волшебной палочки, ну, в одном тренде, особенно если вспомнить, например, когда, ну, такой хороший пример, когда вот в 2045 году, я сейчас просто странно назову, а это вот говорится о том, что когда биопаспорта эти стали внедрять западные, ну, не западные, а заграничные, с этими, с биопоказателями человека, везде, одновременно, и в Америке, и в Европе, и в России, и даже в Белоруссии, которая как бы считается, как бы там, ну, анклав такой вот, тем не менее, то есть одинаково всё, то есть идёт, вот, космическое влияние, и они одно и то же в один год во всех странах начинают делать одно и то же, независимо, ну, скажем так, независимо от политического строя, там, государственного и так далее. Ну, так. Понятно. Ну, хорошо, давайте перейдём тогда к финансовой астрологии, немножечко поговорим. Вы знаете, я получил один вопрос. Когда-то давно, достаточно давно, мы вели разговор с астрологом, с другим астрологом, вы знаете, Василина Мецкевич, и она прогнозировала падение доллара осенью. Осенью. Ну, это, так сказать, моя сфера. Я в курсе дела, что происходит на финансовых рынках. Мы ещё почему-то не дошли до того, чтобы были регулярные программы по этому поводу, именно на положении на финансовых рынках. Но доллар в связи с тем, что прогнозируется ещё раз победа одного из кандидатов, полагается, что доллар будет расти и очень серьёзно. Но он начал движение вверх. Доллар, ну, не в начале осени, но сейчас он резко пошёл вверх. Это означает, что вся валюта по отношению к доллару будет идти вниз. В частности, Вы большой специалист по евро, насколько всем уже известно. Ну, давайте поговорим про соотношение евро с доллару. Сегодня евро находится на 1,09. 1,09 по отношению к доллару. Ну, как только доллар станет, скажем, больше 100, тогда будет пока что 98 условных единиц. Поэтому такое соотношение наблюдается. Евро выше, чем доллар. Но наступит момент, когда евро будет ниже, чем доллар. На какой-то промежуток времени. Что Вы видите, допустим, до конца месяца или чуть дальше? Ну, если вот сравнивать тут как раз вот гороскопы центральных банков США и Европы, то по ихним графикам, прогнозам, где-то вот здесь... Так, это что? Ну, и показано было, кстати, укрепление евро, я бы так сказал. Укрепление евро. Ну, у меня... Я расскажу, что график показывает. То есть, я не... Ну, ну, я хочу, я просто уточняю укрепление евро. Нет, я про октябрь месяц говорю, про октябрь прошедший пока. Вот, он шел тут... Сейчас, секундочку. Кстати, сейчас Луна без курса, не особо люблю на ней давать прогнозы, потому что обычно прогнозы такие пустые идут. Ну, ладно, оценив прошлое. Что там было? До 21-го числа доллар ослабел. Давайте посмотрим там. До 21-го числа? Да. Какие там шло-показатели. Сейчас. Сейчас посмотрю. Дал я графики себе. Ну, график, если построить на день. Сейчас, секундочку. Что у нас там показывалось? Ну, в общем, да. Что тут было у нас? Если мы рассматриваем... С доллара уже... Ну, так евро же окреп. Все верно. Евро был 1.12 где-то, да, вот в начале октября. Да, в начале... Сейчас 1.09. Он наоборот полетел вниз. Евро резко идет... А, то есть, я извиняюсь, евро подешевел. Доллар идет вверх. Да, доллар это наоборот же, смотри. Но, тем не менее, по гороскопам центральных банков показано было то, что у... Ну, хотя... Соединение аспект идет. Соединение, вот он такой, непонятный какой он будет. Ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что сейчас на период выборов, давайте туда заглянем, гороскопу ФРС идет хороший аспект, но не точный до 19-го числа. А вот на гороскопу центра этого ЕЦБ нету ничего тут, не вижу. Ничего. То есть, можно предположить, что доллар будет продолжить укрепление свое. Ну, это совпадает, да. То есть, по прогнозам... Ну, хорошо. На какой-то момент, на какой-то момент оно не может идти, так сказать, straight up or straight down, резко вверх или резко вниз, без всяких там каких-то зигзагов. Но предполагается, что на этой неделе аналисты, финансовые аналисты предполагают, что на этой неделе евро достигнет своего, если уже не достигло, допустим, в пятницу, какого-то своего дна, батом, и начинает каким-то образом выправляться. Я сегодня несколько графиков поместил, где мы находились сегодня, резко пошли в то, что называется линия сопротивления, и там мы остановились. Вот до того момента, пока мы не пробьем эту линию сопротивления, до того момента мы будем говорить о том, что евро идет вниз, а доллар идет вверх. То есть, ну, в сентябре месяцы было, да, наоборот, и, наверное, вот с чего мы начали этот прогноз Василина Мискевича, наверное, был справедлив в отношении начала осени, но сейчас оно идет наоборот, и доллар укрепляется, и это все в связи с тем, что будут происходить какие-то очень серьезные события, связанные с выборами Соединенных Штатов Америки. Ну да, то есть, ожидания какие-то... То есть, вот интересно, под кого они ожидания, эти вот спекулянты делают? Они под Трампа или под Клинтон доллар укрепляют? То есть, это вот косвенно, какие ожидания? Что там слышно о Соединенных Штатах Америки? Какие круги, скажем так, стоят за укреплением доллара? Дело в том, что совершенно понятно, что будет, что произойдет, более-менее понятно, что произойдет, если будет президентом Клинтон, Хиллари, но совершенно непонятно, что произойдет, если президентом будет Дональд Трамп. Почему? Потому что он совершенно непредсказуемый, это революционер, как мы знаем, он не умеет держать язык за зубами, он говорит вот так вот, то, что он говорит, и это служит ему не очень хорошую службу, но такой уж он. И это означает, что, ну, пока, во всяком случае, в течение уже многих там десятилетий, доллар это была твердой валютой, которая никуда ничего не падала, и поэтому, в принципе, считается, что, предполагается, что лучше покупать доллар, который будет укрепляться, достигнет какой-то определенной величины, но когда, так сказать, все устаканится, все стабилизируется, то, конечно же, произойдет то, что вы озвучивали, вот финансовая система, то, что такое слово, очень такое суровое, крах, вполне вероятен. Поэтому надо уходить в швейцарский франк, как бы там в этот период. Швейцарский франк, да, он это действительно стабильный, но, если говорить о швейцарском франке, то тоже падает, и очень серьезно, но дело не в этом, дело в том, что все изменится, и вообще, так говоря, вот эта вот валюта, к которой мы привыкли, деньги вот эти бумажные, там, они уже могут не иметь места быть, то есть, возможно, будет электронная какая-то. Нет места наличным деньгам, это как бы новость. Поэтому, а что значит нет им? Значит, они должны как-то громко, ну, скажем так, это же не так, что мы проснулись, и там, нам сказали, все, сейчас зарплаты не будут. Будет идти, просто надо какие-то события, то есть, какие события, кстати, могут быть, вот можем даже прогнозы делать, которые будут способствовать отмене наличных денег. Ну, во-первых, болезни, передающиеся через наличные деньги. То есть, чтобы, ну, пример, а что бы нет? Болезни, да. Ну, например, вот есть информация, что монеты, которые вот из двух металлов, такие, знаете, там, середина из одного металла, а окантовочка другого, когда руками держишь, происходит окисление, например, ну, вызывает какие-то некие реакции, там, на коже, там, например, да, вот, просто немытые руки, всякими заразами, когда передают люди больные, и это распространяется, какие-то болезни, да, то есть, это что же, ну, что в этом удивительного такого? Собственно, сейчас вот фунт, там, какой-то фунт сейчас вышел в Англии, я забыл, с Черчиллем, кажется, изображенный, вроде, 5 фунтов, или 20 фунтов, не помню, пусть я не из Великобритании, пусть меня поправит кто-то, так он, не бумажная купюра, а пластиковая, ну, она гнется, но она пластиковая, то есть, уже, как бы, есть, как бы, желание такое, что можно покрытие делать, какое-то бактерицидное такое, к примеру, ну, видно, будут какие-то контрмеры предприниматься, но, тем не менее, наличная валюта, она всегда будет проигрывать безналичной, в плане, например, инкассации, затраты, какие идут на крупные сети, там, на инкассацию, это же на какие-то нелегальные рынки, там, неоплата налогов, ну, и так далее, и так далее, это же все, по сути, все, что имеет отношение к криминалу, это все по безналичными деньгами, производится, поэтому, ну, и разумеется, коррупция, поэтому, разумеется, что, так как тренд такой, мировой идет, что, долой коррупцию, да, а это значит, читай, долой наличные деньги, ну, по простому, если так сказать, логично, да, то, естественно, что, как бы, должны быть, по идее, тогда, какие-то крупные коррупционные скандалы, которые, как бы, человечество покажет, вот видите, до чего это доводит, ну, то есть, перед тем, как отменяться будут наличные деньги, как я предполагаю, будут, ну, такие показательные объяснения, почему это нехорошо, или почему надо отказаться, и обязательно надо, чтобы человечество согласилось с этим, потому что, кстати, вот, один из законов космоса звучит, который не могут нарушить товарищей, которые наверху, о том, что надо, чтобы было все по воле человека, вот как вы думаете, зачем проводят выбор, и вообще, в принципе, ну, вот, если, вот, вы представьте, вот, мы с вами, такие тут, повелители земли, у нас все схвачено, почему бы там, диктаты насилия, и все там, и все там, боятся тебя, и так далее, а нет, надо провести выборы, чтобы была высказана воля, чтобы тогда, скажем так, перед Господом Богом, говорят, а, так это же они нас выбрали, они этого захотели, все, у меня карбланш от верховной божественной личности, что я могу тут, что хочу, то и врачу, потому что это их неволя, а если в неволе, то есть, народа, то всякая эта власть, она не будет долговечной, потому что по закону кармы, ну, например, те, кто на крови пришли, те на крови уйдут, поэтому происходят манипуляции, происходят всякие такие обманы, что человечество, например, думает, что оно голосует за свободу, а оно голосует за рабство, ну, например, вот вы за демократию, вот такой вопрос вам, ну, Майкл, вы за красных, или вы за белых? Ну, не вам персонально, например, вот любому человеку, да, мы за демократию, прекрасно, но этнос, который голосует электорат, он предполагает, что демократия, это власть, свободы, ну, как бы там, кто хочет высказать, а на самом деле это не так, демос, это народ, не весь, там, это охлос, весь народ, а демос, это, ну, скажем, верхушка, верхушка, имеющая рабов, то есть, по сути, люди голосуют за рабовладельческий строй, и то, что они не понимают смысл слова демократии, что это, читай, владение рабами, и требует, мы за демократию, да, пожалуйста, получите, а чего тогда, вот, кстати, опять одна из тем, почему многие вещи, возможно, ну, как бы, надо просто думать головой, и читать, и изучать это дело, а не просто вот на веру предпринимать, поэтому все, кто голосует за демократию, они, в конечном итоге, получают то, что имеют, и нечего, как говорится, на зеркало пенять, вот так, понятно, вот это разные вещи, понимаете, они специально, просто сейчас период такой, эпоха рыб, когда основная задача человечества, научиться различать ложь, вот муть вот эту рыбью, понимаете, то есть, когда вот этот обман, когда нам говорят одно, предполагают другое, на самом деле это третье, то, и вот именно поэтому, не все эти вещи, то есть, возможно, пришло время, хотя не я первый, кто про это рассказывает, про, скажем так, слово демократия, как оно на самом деле, какой оно имеет смысл, а фактически, что можно тут добавить, то, что если человечество неграмотное, человечество не про, даже правильно не образованное, ну так оно и пребывает в том, что пребывает, и тут думать о том, либо делать выводы, что в этом виноват кто угодно, только не это человечество, ошибочно, заблужденно, я даже читал, кстати, я не буду называть фамилии, но я читал на фейсбуке искреннее непонимание, скажем, астрологической среде одного из астрологов, который не понимал, как это надо себя изменить, чтобы изменился свой мир, вот вы говорите, люди изучают астрологию и не понимают эти эзотерические основы, кстати, это как раз вот, когда дебаты были на тему, что измени себя и поменяется окружение вокруг тебя, поменяются обстоятельства люди, человек искренне не понимает этого, но раз не понимает, каждому своему. Да, хорошо, очень интересно, Андрей, ну, наша программа подошла уже к концу, мы опоздали немножечко сегодня с выходом в эфир, с неполадками и вообще с этой пустой Луной, постоянно все это будем на Луну, ну, вообще-то Меркурий это виноват во всем был, но сегодня... когда начинаются дела, у меня вот, была что Луна без курса, точнее, как раз-то она началась за 29 минут до начала эфира, вот, там еще Тринкуран ушел, ну, так вот, по судьбе, вот, кстати, по поводу свободы воли и фатальности, то есть, вот, уже задано, вот, в 16.00 вот, начало эфира, я же не мог начать на 2 часа раньше, там, у вас уже было бы еще 6 утра, тоже надо, Майкл Беречного, так что в сутки... Нормально, я выдержу. Вот, да. Просто у нас было объявлено это по времени, но, да, тем не менее, Андрей, большое спасибо за ваше время, за, как всегда, очень интересную беседу, очень интересные рассказы, и мы встретимся с вами в понедельник, дорогие друзья, у нас обусловленное время в эфире астролога, профессионального астролога Андрея Бухарина, руководителя астрологической школы по понедельникам, 8 часов утра по времени города Чикаго, 9 часов утра в этот час на восточном побережье Нью-Йорка, Вашингтон, ну, и 16 часов дня это московское время. Ну, и вот, тогда до новых встреч, программа записывается, надеюсь, все будет в порядке, и она появится в ближайшем в будущем на YouTube, на Facebook. Еще раз спасибо, и до новых встреч. Всего хорошего, благодарю вас, Майкл, благодарю вас, уважаемые радиослушатели, желаю всем здоровья, гармонии, любви, счастья, всех благ. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok